Памятные знаки «Дети военного времени» вручают в соответствии с законом Нижегородской области, принятым законодательным собранием 15 декабря прошлого года. Такие нагрудные знаки и соответствующие удостоверения уже выдают в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по улице Шверника, дом 11. И их постепенно получат жители города, родившиеся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года. Но следует добавить, что в нынешнем году исполняется ровно 10 лет со дня основания Саровской организации «Дети войны». На момент ее создания в городе насчитывалось 8460 человек, имеющих право на этот статус. Сейчас их только 3900 человек. Ведь вот тут уже три девушки наши, которым 91 год. Одна не смогла прийти, моя соседка, потому что давление. Другие пришли, я смотрю, с палочками. Наше поколение уже, извините, нехорошее слово, уходит из жизни. Вот недавно, буквально дня два назад, мы проводились, из жизни ушел участник Великой Отечественной войны. В прошлом году ушел из жизни еще один участник войны. Все меньше и меньше остается людей нашего поколения. Мы не воевали. Мы потому что были детьми, но мы тоже победители, и мы тоже герои. Герои потому что мы смогли с вами выжить. Да, годы идут. Вместе с ними уходит из жизни поколение победителей. И участники Великой Отечественной войны, и труженики тыла, и те же дети военного времени. И поэтому можно сказать, что кроме определенных льгот, которые сей знак дает, он еще своеобразный знак внимания к людям, живым свидетелям той большой войны, чьими усилиями потом восстанавливалось народное хозяйство, и чьим трудом ковался ядерный щит Родины. Как только пообщаешься с ветеранами, становится легче намного. Действительно душевнее. Поэтому спасибо большое вам за душевность, за то, что вы остались самыми лучшими людьми для нас. Большое спасибо за патриотическую работу, которую вы ведете. А организация Дети войны ведет очень большую патриотическую работу, и это очень важно. Спасибо. Спасибо за добрую память. А прошедшие локальные события можно считать первой составной частью в череде запланированных мероприятий, приуроченных к десятилетнему юбилею организации и к грядущей 80-й годовщине Великой Победы. Мы сейчас готовим пятую книгу, которая будет посвящена 80-летию Победы Великой Отечественной.